Следующий лебинар, который пройдет в декабре, носит предметный характер. И мы постарались заземлить содержание курса дополнительного образования на предметной образовательной области, в которых может быть реализовано частично содержание этого курса. На предметную область химия и предметную область биологии. Сегодняшний наш лебинар будет посвящен использованию заданий и ресурсов пособия курсу «Здорово быть здоровым» на уроках химии. Сегодня провожу вебинар снова. Меня зовут Горденко Наталья Васильевна. Я доцентка автора естественно-научного образования Нижегородского института развития образования. Помимо этого я являюсь автором металлических рекомендаций к пособию пятых, шестых, седьмых, девятых и десятых, одиннадцатых классов курса «Здорово быть здоровым». Итак, давайте с вами немножечко поговорим уже о использовании, содержании этого курса. Вот снова, как и в предыдущих вебинарах, я выставляю один и тот же слайд, который имеет название «Как работать в пособии». И сегодня мы будем в этой пирамидке находиться на самой верхней ступеньке, которая называется «В виде заданий и их использования». И использование непосредственно в предметной области химии. В методических рекомендациях, которые я для вас составляла к этим пособиям, есть вот такая вот схема, которая показывает, какие виды заданий, в каких формах представлены на страницах пособий для обучающихся. Ну, это ситуативные задачи или ситуационные задачи, как, наверное, более правильно их называют, вопросы и задания в традиционной форме, темы для дискуссий и вступительные тексты, которые я тоже постаралась рассмотреть как определенные виды заданий. Надо сказать, что положительной особенностью самого пособия является то, что все эти задания представлены не просто сами по себе, а с очень подробными комментариями. Прошу вас обратить на это особое внимание и не пренебрегать этими комментариями, потому что сами комментарии тоже могут являться информационными полями, которые помогут учителям-предметникам, ведущим естественно-научные дисциплины, тоже их использовать на своих уроках. Вот, размышляя над подготовкой к этому вебинару, я бы сказала, что само пособие каждое, оно носит не только интегративный характер, а мы в предыдущих вебинарах отмечали особенность этих пособий. И говорили об интеграции не только методик, которые используются при реализации этого курса, но и об интеграции содержания. Вот, ну и интегративно это пособие еще и по, я бы сказала, поле задачности. Огромном спектре задач, которые решают одно вот это вот пособие на каждой ступени обучения в учебном процессе, не только в дополнительном образовании, но и в реализации школьных курсов химии, биологии, физической культуры, ОБЖ. Вот, то есть каждый учитель может усмотреть свою нишу занятий. Итак, вот давайте немножечко более подробно на этом остановимся. Вот здесь я на слайде фактически текста никакого своего не выносила, никакие комментарии в данной презентации. Вы увидите, что она отличается по оформлению от предыдущих моих презентаций, которые я старалась как-то информационно насытить. Потому что вот здесь все эти слайды в основном носят иллюстративный характер. И на них представлены фрагменты страниц пособий, рисунки, задания, задачи, комментарии к ним. И вот мы на них сейчас более подробно остановимся. Вот видите, что на каждом слайде я постаралась обозначить коротко темы, закавычить их. Темы школьного курса хини по всем ступеням обучения, в основной школе и на старшей ступени обучения, в рамках которых эти вот все ресурсы, пособия можно было бы что? Использовать. Ну, понятно, что я уже останавливалась в предыдущих вебинарах на том, что 4 содержательных блока в каждом пособии представлены. Мы говорили, что развивается содержание этих блоков концентрически, от более простого к более сложному. Возвращается по спирали к одним и тем же темам на разных ступенях обучения, только в разной степени усложнений. Так вот, понятно, что я бы хотела начать, поскольку использовать эти задания в школьном курсе хини все-таки со старшей школы 10-11 класса. Вот я бы начала не с самих заданий, которые в пособии представлены, а именно с иллюстративного материала. Огромное количество рисунков, и мы тоже это обсуждали на предыдущих вебинарах, они несут не только иллюстративную, но и большую информационную направленность. Я бы даже сказала, что это даже не просто рисунки, это схемы, коллажи, вот такие вот информационно очень насыщенные. И вот вы видите, что здесь на этом слайде представлены как раз примеры таких рисунков. Вот очень мне понравилось, я, наверное, первое, на что обратила внимание, когда я знакомилась с материальными пособиями, как учитель химии, как учитель биологии, на это обратила внимание. Знаете, прекрасный такой вот, я бы назвала это даже коллажик, да, такой коллаж про микро что? Мы вот эту иллюстрацию можем использовать в очень многих темах изучения школьного курса химии. Смотрите, это и на уровне девятого класса, когда мы проходим химию элементов, значит, ну, по разным учебным линиям это по-разному происходит. Уже начинается, вот, например, по линии Фельдмана Рудитеса или по линии Нинели Евгении Кузнецовой, которые вошли в федеральный перечень. Это начинается уже в восьмом классе химии, не металлов, начинается в восьмом классе, и мы знакомимся уже с галогенами и водородом. В других учебных линиях, например, в линии Олега Сергеевича и Габриэля, который в российском учебнике печатался, и традиционно мы по ней занимались, многие очень регионы, там эта тема начинается в девятом классе. Вот, тема металла вынесена у Рудитеса и Кузнецовой на конец девятого класса, а у Олега Сергеевича наоборот, химия элементов начинается с темы металла. Неважно, как построены логические курсы на основной ступени обучения, вот вы видите, все равно в этих темах очень хорошо этот коллаж используют. Вы видите, что здесь также представлены элементы и металла, марганец, магний, калий, железо, мель и неметаллические химические элементы, фосфор, хлор и так далее. Вы знаете, что сейчас мы все больше и больше используем интегративный подход в обучении школьному курсу химии. И обращаем внимание не только на химические процессы, не только на химические свойства, физические свойства простых веществ и сложных веществ, но и обращаем внимание на первую форму существования химического элемента, свободные атомы, которые играют определенную биологическую, физиологическую роль. Вот как раз, наверное, для реализации этого материала в теме, в больших разделах металла и неметалла можно использовать вот этот вот что? Рисунок. Надо сказать, что рисунки эти может использовать и учитель для создания мультимедийных презентаций, как иллюстративной поддержки к уроку и вставлять их в свои презентации. Вот таким вот образом очень они хорошо выглядят и будут уместны в определенном контексте урока. Вот еще одна, значит, картиночка. Здесь вы видите, что это, значит, углеводы, белки и жиры. Значит, этот рисунок можно использовать тоже в нескольких темах. Отдельно в темах органическая химия это в 10 классе, по некоторым учебным линиям это 11 класс изучается органическая химия. В теме углеводы, белки и жиры. Опять же, вы видите, что здесь на иллюстрации очень хорошо видно продукты, которые содержат эти вещества. Ну и следует, значит, проиллюстрировать эту схему, этот рисунок, рассказам о том, значит, как эти продукты правильно употреблять и какую роль физиологическую играют эти вещества для формирования организма подростка и взрослого человека. Я уже говорила о том, что вообще вот сам этот курс и его элементы отдельные, которые можно использовать при изучении предметов естественно-научного цикла, они очень знаковы. Потому что средства массовой информации, которые сегодня льют воду не всегда на мельницу науки, а наоборот являются паранаучными, околонаучными знаниями, дают знания подросткам. Они придают этому большое значение. И вот этот курс, который, собственно говоря, построен на принципе научности, позволит избежать тех негативных последствий, которые сейчас возникают в результате неправильной информации, которую ребята получают из средств массовой информации. Ну вот, значит, вы видите, что не только рисунки, но и комментарии к ним. Посмотрите и сами задания в традиционной форме. Назовите законы правильного питания. Вспомните свой типичный, что рацион питания тоже могут быть использованы на уроках химии. Вот здесь я бы еще хотела вот что отметить. Надо сказать, что химия изучается не только в школьных образовательных организациях, но является общей дисциплиной в системе НПО и СПО. И вот эти все задания очень хорошо используют как задания специфического характера, которые позволяют реализовывать в системе СПО принцип профилизации. Одну и ту же химию нельзя читать слесарям, поварам, сантехникам, швеям, малярам и так далее. Все равно преподаватель, который в колледже или в техникуме ведет химию как общую дисциплину, все-таки склонен к тому, что в разных профессиональных группах делает разные акценты в разных темах. Допустим, если это химии для поваров, то, соответственно, для них больший акцент делается в органической химии на такие темы, как белки, жиры, углеводы. Все, что связано с разделом химии и жизни, правильным питанием. Если мы рассказываем химию для слесаря-авторемонтников, то понятно, что мы, может быть, больше внимания в этой общей дисциплине уделяем процессам коррозии металлов, изучению свод физических металлов, ну и так далее. Вот эти материалы, я думаю, что помогут и преподавателям, не только учителям, не только школьным, но и системе среднего профессионального образования. Вот посмотрите, еще очень такой слайд, где я представила скриншоты из пособий 10-11 класса, знаете, схемы и вот такие коллажи и тексты к ним, которые можно использовать при подготовке презентации учителям к уроку. И в разделе 11 класса химия и жизнь. Вы видите, тоже здесь указаны по органическим веществам, картиночки, продукты с большим содержанием пищевых волокон. Это тоже может быть использовано не только в разделе химии и жизнь, но и в разделе 9 класса в некоторых разделах, когда мы рассказываем о процессах сурции, от сорбирования веществ и говорим о том, что пищевые волокна, которые очень грубая клетчатка, целлюлоза, очень плохо гидролизуются в пищеварительном тракте человека, но есть ее надо обязательно, такие продукты с высоким содержанием клетчатки, потому что они являются энтеросорбентами и впитывают в себя все токсичные газы, токсины в растворенном состоянии и выполняют роль вот некой такой биологической метлы, которая вычищает наш пищеварительный тракт, в частности кишечник тонкий, от таких вот вредных ядовитых веществ. Ну и следует сказать, что организм человека не существует отдельно сам по себе и надо сказать, что организм человека это целая экосистема, в которой проживают еще другие организмы, это энтеробионты, это бактерии, непатогенная флора, которая дает нам дополнительный поток нутриментов, питательных веществ в виде, это все химия, дополнительного потока аминокислот, органических кислот, биологически активных разных веществ, витаминов и эту энтеробиоту надо кормить, вот и она к сожалению, а может быть счастье не ест то, что ест в основном рационе человек, а питается как раз вот этими грубыми волокнами, грубой клетчаткой, вот, и именно для нее, для этих бактерий, для энтеробиоты, мы должны эти грубые волокна в виде сырых овощей, содержащих целлюлозу в большом количестве, употреблять. Ну вот здесь можно остановиться как раз на роли пищевых волокон, ну и в органической химии эту тему можно развивать, когда мы проходим тему углевода, проходим целлюлозу и это тоже очень-очень как раз иллюстративно. Ну вот еще одна картиночка, это полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в разных продуктах. Сейчас это очень в тренде, много об этом говорят, ну и надо сказать, что скоро приближаются холода, зима и количество жиров в нашем рационе должно возрастать, потому что для обогрева организма надо большое количество энергии. Вот как раз эти все продукты выполняют такую энергетическую функцию, очень важную. Количество жиров, их употребление носит сезонный характер, и ясно, что в холодное время года их употребление резко повышается. Ну вот здесь вот картиночка, это содержание белков, тоже аналогично с предыдущей картинкой, в теме белки может быть использовано. Ну вот обратите внимание, мне очень понравилась вот эта вот схема, которую целесообразно использовать при изучении органической химии в 10 классе или в некоторых учебных линиях она в 11 классе изучается. Вот как раз схема классификации углеводов по строению, она очень иллюстративна. Тут опять вы видите, что наибольшее количество материалов пособий используется в разделе 11 класса изучения химии, это химия и жизнь. Вот вы видите, как раз здесь дана пирамида, очень иллюстративное питание, даны вопросы и задания по этой теме, ну и такие вопросы, я бы сказала, несколько проблемного характера, как надо питаться, чтобы получать все необходимые вещества. Мы говорили о том, что все материалы пособия носят социальный характер, бытовой характер, очень многие материалы носят. И здесь вот на страницах пособий и в заданиях присутствуют, я бы вот подчеркнула здесь, здоровая прагма, элементы здоровой прагматической педагогики, что знания, которые действительно получают ребята при изучении этих курсов, они им конкретно пригождаются в быту, в социальной сфере, вот, и они за счет этого становятся успешными именно в этих сферах жизни. Они все-таки занимают у нас большую долю нашего существования. Вот еще тоже материалы и пособия 7-9 класса. Выбираем свежие и полезные продукты. Вот только что ту фразу, которую я сейчас озвучила, литеративно, это страницы пособий 7-9 класса, это подтверждает. Опять же, можно это использовать в разделе 11 класса, химия и жизнь. Вы видите, что здесь задания, еще раз говорю, носят прагматический характер, бытовой контекст, социальный и очень важный для существования человека в современном мире. Мы уже говорили о том, что ребята очень озабочены в подростковом, особенно в возрасте, своим внешним видом. Мальчикам хочется очень выглядеть мужественными, девочкам при всей полноте питания хочется быть стройными и худыми, при этом не ущемляя себя в употреблении разных продуктов. Так вот, как раз страницы пособий «Здорово быть здоровым» позволяют во многом разрешить эти проблемы. Особенно те ребята, которые занимаются спортом, должны очень правильно питаться. И мы говорим на уроках химии о том, какую роль вещества играют в формировании здорового организма подростка. Особенно важны, вы знаете, здесь органические вещества, такие как белки, жиры, углеводы. Мы говорим о функциях этих веществ и о том, какие обменные процессы на биохимическом уровне, на клеточном уровне включаются эти вещества и какую роль они играют в организме человека. Ну вот, вы видите, что эти рисунки, они очень оптимистично выглядят, яркие, жизнерадостные, глядя на них, хочется эти продукты употреблять и хочется, чтобы эти вещества поступали в наши с вами организмы. Вот вы видите, что надо сказать, что я делаю акцент все время на рисунке в своем разговоре, надо обратиться и к текстам, потому что вот сами тексты пособия, они могут быть информационными полями для составления учителем химии контекстных заданий своего характера, химической направленности, секционных задач, вот, они могут быть использованы в реализации мини-проектов, которые ребята делают в рамках изучения определенной темы, вот, об этом тоже стоит напомнить всем слушателям и акцентировать ваше внимание на это. Ну вот, вы видите, еще один пример из пособия 7-9 класса, который может быть использован в разделе химия и жизнь. Вот надо отметить, что не только урочная, но и внеурочная деятельность по предмету, в частности по химии, может востребовать эти материалы. Вот посмотрите, ведь что это такое, правило здорового питания. Это уже готовый образовательный продукт какой-нибудь проектной работы в виде памятки, в виде разработанных правил. Результат выполнения проекта, вот, поэтому тоже, ну, конечно, следует немножечко эту информацию переработать, вот, ну и получится уже готовый образовательный продукт проектной работы, связанный с питанием. Я вот просто являюсь членом жюри многих конкурсов проектных работ и вот встречала такие проекты по составлению рациона питания, по здоровому образу жизни, именно связанному с употреблением разных питательных веществ в рационе. Вот такие уже случаи были. Ну, посмотрите тоже рисунки и тексты и задания, которые можно уже использовать в основной школе при изучении химии, при изучении темы вода, раствора, растворимости. Мы, ребята, знакомим с этими понятиями уже в восьмом классе на уроках химии. И вот вы видите, такие опять рисунки и задания могут быть использованы при изучении этой темы. Нам кажется, что они какими-то простыми и, может быть, не совсем значимыми. Вы попробуйте и увидите. На основании этих рисунков можно составить, опять же, контекстные маленькие задачки, которые будут носить личностный характер. Ну, самое простое, что здесь может прийти в голову, значит, вот написано, что в организме человека тело взрослого состоит из воды на 60%. Да, вот вы видите, здесь показан организм подростка 70%, да, воды чуть больше. Вот каждый школьник, восьмиклассник пусть рассчитает, глядя на этот рисунок, количество воды в килограммах непосредственно в его организме. Я, Вася Петров, масса моего тела 45 килограммов. Ну, и, соответственно, пусть рассчитает массовую долю воды, значит, воды, вот, массовая доля воды 70% и массу воды, которая у этого Вася в теле содержится. Это еще опосредованная подготовка к выполнению заданий ВПР, ОГЭ, которые тоже такие вот задания. Никто такого характера заданий не содержит. Вот. Ну, вот, пожалуйста, посмотрите здесь тоже все, что связано с водой. Из этих пособий я постаралась вам представить. Ну, и на старшей ступени обучения, это тема дисперсной системы, которая тоже потом, значит, включает в себя тему истинные растворы. И для иллюстративности используются вот все эти задания, которые иллюстрируют, что вода – это очень хороший растворитель. Вот на примере пособий седьмого и девятого класса, вы видите, еще здесь представлена страничка из пособий «Значение воды для нашего организма». Наверное, больше всего информации на страницах пособий для учащихся «Здорово быть здоровым» по всем ступеням обучения связаны с витаминами и микроэлементами. И правда, там очень хорошие, очень ценные таблицы даны с очень хорошей информацией, которые и учитель для подготовки к урокам, и ребята для подготовки небольших сообщений могут использовать. Как правило, вот, допустим, из моей личной практики, когда мы изучаем в девятом классе и в одиннадцатом классе тему витамины, и когда мы изучаем тему микроэлементы, роль металлов, металлических и не металлических элементов формирования организма человека, мы даем ребятам маленькие сообщения, чтобы они приготовили дома, и, соответственно, определенный план этого сообщения. И одним из пунктов плана является биологическая роль этих элементов в организме человека. Не только нахождение в природе, но вот именно биологическое значение. Так вот, всю информацию здесь, на страницах пособия, ребята могут найти. И поэтому, если такие пособия у вас будут в библиотеке, то смело можно ребят отослать в библиотеку, куда они редко ходят. Вот, будет еще один дополнительный пункт их туда, значит, отвезти. И эту информацию они смогут использовать для подготовки мини-докладов. Вот, вы видите, это и в текстовой форме просто, про витамин С и витамины группы В, витамин А, Д и так далее. Наши силы витаминов. Что это за вещества? Ну, и отдельные вот здесь материалы, посмотрите, которые очень хорошо структурированы. По каждому типу витамина. Я вот на уроках так и даю ребятам такие маленькие сообщения. Вот, я еще на что хочу обратить здесь ваше внимание. Посмотрите, здесь, ну, мелко возьмите в руки пособие и почитайте уже более подробно. Я знакома с этим материалом. Что здесь? Значит, это хорошие информационные поля. Опять, для чего? Для составления учителем маленьких контекстных задач или даже больших секционных задач с большим количеством вопросов разного уровня. Мы в прошлом году для учителей химии организовывали отдельные вебинары, где рассказывали о том, как задания такого рода можно составить. Вот, не надо рыскать в интернете, не надо искать какие-то научно-популярные статьи, отдельно составлять тексты. Вот вам готовые тексты, которые можно использовать. Ну, и совсем замечательно, вот вы видите, я повторюсь, но опять обращу ваше внимание, такая же табличка по элементам, по металлическим и не металлическим. Видите, что здесь и цинк, и медь, и селен, о котором так много сейчас говорят, в тренде по поводу формирования иммунитета человека. Элементы играют очень важную роль. Вот вы видите железо, о котором мы говорим, макроэлементы, микроэлементы. Это химия элементов девятого класса. И вот у меня просто уже заранее были составлены контекстные задачи по каждому элементу, по кальцию, по калию, по магнию. Роль не только в организме человека, но и биологическая роль для растений. Вот здесь прекрасная, очень хорошая содержательная информация дается, которую и ребята, и взрослые могут использовать. В частности, а вот видите, даже продолжение здесь, йод, железо, магний. Все мы уже говорили, в каких темах это может быть использовано. Ну вот посмотрите, у нас есть в разделе химии жизни в 11 классе школьного курса химия, есть тема лекарственных препаратов, есть тема ферментов. Вот, и здесь вы видите на примере допинга, какие химические вещества оказывают такое вот воздействие. Можно сделать даже целые проектные работы во внеурочке и приготовить сообщение, как эти вещества, какой они химическую природу имеют и как они влияют на обменные процессы в организме человека. За счет чего происходит расширение возможностей человека физически, как эти вещества изменяют обмен, как они влияют на синтез, например, портикостероидных гормонов, которые как раз непосредственно допинговые эффекты оказывают в организме человека. Вот, это тоже тема для размышлений и материала, который вы можете использовать. Ну и вот вы видите, что небольшой кусочек из пособий может быть использован в теме окислительно-восстановительной реакции. Вы видите, что на страницах даже пособия 7-9 класса дается определение темы окисления. Надо сказать, что большая беда школьного курса химии в том, что он, наверное, сильно оторван от жизненного контекста. Вот как раз такие примеры, они позволяют показать ребятам, что мы даже не столько живем в мире тел, и что на уроках физики им говорят о том, что окружающий мир состоит из тел, а на самом деле мы живем в мире веществ сегодня. Вот, и более 30 миллионов веществ – это огромная нагрузка на окружающую среду, это целая химосфера, и человек должен в этих веществах разбираться очень хорошо. И разбираться в тех явлениях, процессах, химических процессах, этих превращений, которые с веществами происходят. И должен все-таки задуматься на том, что они происходят не только вокруг нас, но и внутри нас, потому что каждая клеточка нашего организма, а организм – это совокупность клеток, она является огромной фабрикой, химическим заводом, где в первую очередь происходит что окислительно-сновидные процессы. Ну вот мы видим, что здесь как раз эти примеры иллюстрируют процессы окисления, которые происходят в организме человека. Ну и вот, завершая сегодняшний наш разговор, я хотела остановиться еще на одном аспекте использования материалов пособия при изучении химии. Вот посмотрите, пожалуйста, там есть раздел, который в каждом пособии носит профориентационную направленность, и каждый раздел содержит по разным ступеням обучения, как подготовиться к ОГЭ, как подготовиться к ЕГЭ. Там не сказано по химии, по биологии, по физике, по географии, а просто как подготовиться к итоговой аттестации. И это психическое здоровье наших детей. Вот, и поэтому вот эти материалы, каждый учитель-предметник и учитель химии в том числе должен, я считаю, что просто обязан использовать на уроках своего предмета для того, чтобы сохранить психологическое здоровье каждого ребенка. И я считаю, что вот эти разделы, они способствуют использованию, то есть являются примером использования фасилизационного подхода на предметных уроках. создания благоприятной психоэмоциональной обстановки и при сдаче экзаменов в том числе. Ведь посмотрите, сколько проблем школа имеет сегодня вот именно с итоговой аттестацией, не только с процессами организации, сколько претензий предъявляют и дети, и родители. Неприятных очень достаточное количество моментов с этим связано, поэтому для того, чтобы их снять, нам материалы, пособия очень хорошо в этом помогут. Вот, потому что дети вообще разные, есть дети, которым, в общем-то, не нужна ни психологическая помощь, ни теоретическая помощь, содержательная, а есть ребята, которым нужно составить определенный план подготовки. Вот на страницах пособия об этом очень хорошо написано. Есть ребята, которых надо психологически поддержать и настроить, потому что они находятся в постоянном состоянии стресса и не могут на содержании сосредоточиться. И в этом тоже помогут материалы пособия. Вы видите, что здесь, наверное, больше всего материалов представлено и есть из чего выбрать каждому учителю предметника. Ну, вот здесь то же самое, по аналогии уже на страницах пособий 10-11 класса, как подготовиться к ЕГЭ. Вот таким вот образом. Ну, вы видите, что эти материалы носят не только рекомендательные характеры, представленные в виде текстов отдельных, но и вот такие вот ситуативные задачи, которые можно использовать в учебном процессе, смоделировать эти ситуации на уроках или досуге ребят и обсудить результаты их решения. Ну, вот я думаю, что мы с вами постарались сегодня осветить все вопросы, связанные с использованием заданий пособий «Здорово быть здоровым» предметно именно в контексте изучения школьного курса химии. Обращайтесь к этим пособиям учителя химии и вы найдете, посылайте туда детей и вы найдете там большое количество ценной информации для проведения своих уроков. Спасибо за внимание. До встречи на следующих семинарах. До встречи на следующих